Привет-привет. А мы стоим в пробке. Как у вас дела? Как новогоднее настроение? У нас все хорошо, новогоднего настроения пока что нету, потому что мы еще ведем съемочные процессы. И у нас выходной начнется только 31 декабря. А, ну завтра. Завтра у нас последний день до 11 вечера мы снимаемся, а потом все, будем гулять. Сняла я этих зайчиков или котиков, кто там был, уже не помню. Ну ладно, давайте. Сегодня я выложила в сторис тех несчастных женщин, которые, значит, пишут мне эти комментарии о том, что я там какая-то не такая. Зашла я посмотреть на вас и была в шоке. Думала, что или со стула упаду, или борщом в ресторане подавлюсь. Всем привет, привет. Любовь, привет тебе передаю. На Новый год мы будем с друзьями. У нас было очень много планов. Мы выбирали, куда поехать. Но что-то все не получается, и решили, что будем в Москве праздновать Новый год. Ну и, кстати, это будет мой первый Новый год в Москве. Здесь мне понравится. А вы, кстати, зайдите ко мне в сторис и посмотрите на этих несчастных женщин. И таких просто, может, 10-20-30 тысяч, которые мне постоянно пишут. Мои поклонницы ярые, в директе вы мне пишете, сообщения на телефоны присылаете. Если я не стесняюсь своих желаний и говорю то, что я хочу, о какой жизни я мечтаю, то я молодец. А вы боитесь об этом говорить. И, кстати, там так много людей, которым не нравится мой голос. А я хочу и пою. Мне так проще живется. Хочу, танцую. Хочу, мозги выношу. Хочу, солянку варю. Борщ вот только еще не варила. Может, вы мне рецепт подгоните хороший? Вы же, наверное, часто дома стоите у плиты и смотрите Дом-2. А? Я буду очень ждать от вас рецепта какого-нибудь. С помпушками, может, какой есть, не знаю. А вы меня тоже за советом спрашивайте. Я вам расскажу, как петь так, чтобы не стесняться своего голоса. Как там эта песня поется? А, я сейчас с вам спою. Она одна такая на миллион. А он я видела когда-то с ним сон. Вы попробуйте спеть так, чтобы у вас было миллион просмотров. Ты кухня не сэр. Спасибо, ребята. Смотри. Сейчас, подожди, чуть-чуть. Вот, давай, мне мальчики объяснили, пыталась донести, что я имела в виду просто не так выразила свою мысль. Илья, если даже без ноги остается, мы сидим с ним вместе. И ничего, а что? Да я помню. Так, передай, пожалуйста, привет Манчегорску. Манчегорск, привет, спасибо, я тоже люблю Мурманский обыск. Илья за рулем, мы ездили по делам. Люди, какая фамилия, не могу прочитать, люди сейчас очень злые, очень злые, я с этим полностью согласна. Такое ощущение, что кризис у людей не только в кошельках, но и в мозгах тоже. Вы честно, ребят, выходите из этого состояния. Не хочу, чтобы у вас был кризис, и чтобы вы мне писали такие плохие комментарии, честно. Бизнес открываете, я не знаю, там, телефоны мобильные, просите по 100 тысяч, по 200, что такого, да? Так с ними надо, да? А я вот, между прочим, с айфоном седьмым хожу. И ничего, все у меня хорошо. С разбитым даже. Как прошла свадьба Саши и Ёси? Свадьба прошла хорошо. В городских квартирах она была на Саморе Машера или как-то так там улице. Саморе Машера. Саморе Машера или как-то так улице. Да какая разница? Короче, там была свадьба, ведущий был Сорока. Ну, в целом, все хорошо, в принципе. Ну, я о другой свадьбе мечтаю. Почему вы ушли со свадьбы Саши и Иосифа так рано? Потому что накануне свадьбы пришла мастер по наращиванию ресниц, у которой руки не из того места растут. Она мне делала последние ресницы ночью уже. Во сколько? В час ночи, да, наверное? В час ночи где-то. И накапало мне туда чего-то, в общем, что у меня все глаза заплыли. И нам пришлось ехать в больницу. Сначала в одну поехали, а потом в другую. Занесли какую-то инфекцию мне, в общем-то. Поешь ужасно. Ну, ты спой давай мне. Мне, кстати, нравится их трогать. Они такие мягенькие у меня. Марго, зачем эти фото женщин? Ну, как зачем? Они так много пишут. Я вот не могла просто обойти их стороной. Надо же внимание чуть-чуть уделить. Пусть все посмотрят на них. Они же именно этого, наверное, добиваются. Да, она такая, да, миллион. Да нет, говорит, нормально ты поешь, не слушай никого. Илюша рядом едет. Я умею кушать, готовить. Просто поршни умею. Ни разу не делала. А вы можете мне, кстати, пару книг кулинарных отправить. Я вам могу адрес написать. Я обязательно научусь. Самому лучшему рецепту сделаю. Мурман, привет. Ростов, привет. Борщ с пампушками, это жестко. Ну, я такой как-то пробовала. Он, кстати, очень вкусный, по-моему. Украинский. Украинский борщ со сметаной. Что, даже прям захотелось, да? Борща. Может, попробуем приготовить, а? Пробую. Надо только эту свеклу купить. Скиньте рецепт реально вкусного борща какого-нибудь в директ мне или в комментарии можете написать. Я выберу лучший рецепт, по вашему рецепту сделаю борщ. И в эфире скажу. А еще в эфире обязательно, да, скажу о вас. И передам вам огромное спасибо, если он окажется реально вкусным. Но только давайте без шуток, а то, я знаю вас, вы скинете мне такой рецепт, и я забуду добавить какой-нибудь ингредиент. И потом, не дай бог, мой мужчина останется недовольным. Да? Вот. Я отношусь не ко всем плохо, но ко многим. Люблю только своих близких людей. Как жить дальше? Юля из Оренбурга, привет. Какая, говорит, страшная, я в шоке. Где-то лучше похоже. Ой. Я просто не успеваю читать, что очень много у вас учитывается. Завтра, да, будет эфир. И послезавтра, и послезавтра. Ладно, ребята, все, давайте, до свидания. Всех с нас. Спасибо. Спасибо.